МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С основными событиями сегодняшнего дня в студии Владимир Томилов. Сегодня завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации. Подать заявление можно было любым удобным способом в территориальной или участковой избирательной комиссии, в МФЦ или онлайн через портал Госуслуг. По данным избирательной комиссии, такие заявления в регионе уже подали более 1800 граждан. Это те, кто зарегистрированы в Ненецком округе, но в день голосования будут в отъезде. А также жители других субъектов, которые сейчас находятся в округе. С 13 марта до 14 часов 17 марта можно будет подать специальное заявление только в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеить специальную марку, с ним можно будет проголосовать по месту пребывания. Напомню, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В Ненецком округе в торжественной обстановке сегодня вручили первое уведомление ежемесячной выплате до полутора тысячи средств материнского семейного капитала. Напомню, новые меры по поддержке семей с детьми Владимир Путин предложил в конце ноября прошлого года. Сегодня, как смеясь говорит Инга Зуева, у нее двойной праздник. В торжественной обстановке молодой маме вручили сертификат на материнский семейный капитал и уведомление о ежемесячной выплате. 18 января девушка во второй раз стала мамой и сразу решила воспользоваться своим правом. В итоге дважды мама стала первой жительницей НАУ, которая написала заявление на новый вариант его использования. Все равно эти деньги в любом случае идут на детей. Пока старшая ходит в садик, все равно их нужно одевать. Младшая тоже растет каждый день. Тоже одевать нужно, очень много денег уходит. Такая ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Правда, при соблюдении одного условия. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а затем на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал 2017 года, а в Ненецком автономном округе, это 32 766 рублей, необходимо подойти в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства, чтобы подать заявление на ежемесячную выплату, которая составит в Ненецком автономном округе 21 973 рубля. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Стоит учесть, если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка. Если позднее полугода, то выплата будет назначена со дня подачи заявления. На рассмотрение заявления отводится месяц, после чего денежные средства перечисляются на банковский счет владельца сертификата материнского капитала. Программа действует до 31 декабря 2021 года. Любовь Пермякова, Людмила Сидейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Глава округа Александр Цибольский подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с двумя компаниями-недропользователями, ведущими деятельность на территории Ненецкого округа. Церемония подписания состоялась в ходе проведения в Нарьинмаре соревнований по кроссу на снегоходах Бурандейна Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Подписи под протоколом к соглашению о сотрудничестве поставили глава НАУ Александр Цибольский и генеральный директор нефтегазовой компании развития регионов Владислав Варнаков. Компания сотрудничает с регионом в области социально-экономического развития НАУ с 2014 года, в числе проектов, реализация которых проходила в НАУ при финансовой поддержке компании «Окружное движение КВН», спортивные и культурные мероприятия, а также поездка окружного детского хора на выступления в Государственном Кривлевском дворце. Еще один протокол к соглашению о сотрудничестве, заключенному в 2007 году, подписан в нефтегазовой компании «Горный». Александр Цибольский и гендиректор компании Александр Алпатов скрепили подписями документ, которым определены основные направления дальнейшего сотрудничества сторон. Соглашение подписано. В ходе подписания соглашений с нефтяными компаниями глава округа Александр Цибольский поблагодарил руководство компании за уже реализованные совместные проекты и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие в области социально-экономического развития округа. На строительство третьего участка дороги на Ринмарусинск будет выделено почти 203 миллиона рублей. Подписание соглашения между администрацией НАУ и Росавтодором о выделении финансовых средств на 2018 год из федерального бюджета состоится на этой неделе. Ранее федеральный центр уже выделил на эти цели 150 миллионов рублей. В прошлом году они были перечислены в качестве аванса Усинскому ДРСУ, с которым по результатам электронного аукциона был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству. В целом строительство третьего участка идет в плановом режиме. Подрядчик завершил подготовительные работы, выполнено устройство зимней дороги, карьеру «Северная-4» и вывезен песок для отсыпки земляного полотна. Общая протяженность участка составляет 15 километров, шириной проезжей части 6 метров. Расчетная скорость движения после ввода в эксплуатацию составит 80 километров в час. На участке будет построен мост через реку Лая длиной 108 метров. Планируется, что его возведение начнется в летний период. Также в рамках обустройства дороги будут установлены дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбы и барьерные ограждения. Срок сдачи объекта 30 октября 2019 года. В Ненисской средней школе имени Антона Пырерки открылась комната отдыха. Своеобразная гостиница позволит детям из окруженных сел проводить время со своими родителями, которые приезжают в гости, не покидая стен учебного заведения. Такая возможность появилась благодаря поддержке Окружного потребительского союза. С каждым годом число учащихся с деревень округа в Ненисской средней школе имени Пырерки становится больше. Это дети из Харивера, Нельминоноса, Омы, Неси, Общины Ямпто и поселка Бугрино. Ольга Варницына из поселка Бугрино сама отучилась в этой школе 7 лет. Сегодня она приехала для того, чтобы навестить своих племянников. Когда я здесь училась, всегда хотелось, чтобы родители приезжали почаще, чтобы была такая вот возможность, как-то с ними посидеть в домашней обстановке. Я очень рада, что такая возможность появилась у моих племянников. Они у меня здесь учатся не первый год, и родители смогут к ним приезжать почаще, на один-два дня здесь остановиться, посмотреть, как они здесь живут. На реализацию этого проекта потребительский союз выделил около 150 тысяч рублей. В комнате есть всё необходимое для временного проживания. Диваны, холодильник, постельное бельё, посуда, телевизор, стол и стулья. Я считаю, что эта комната очень хорошая возможность для родителей, чтобы они могли больше времени проводить своими детьми. Это намного удобнее, чем снимать квартиру в городе на пару дней, либо жить в гостинице. Теперь родители смогут чаще навещать своих детей, приехать и поддержать их во время сдачи экзаменов, не забирая из школы, как раньше. На самом деле, когда дети уезжают из дома, конечно, им здесь в четырёх стенах очень сложно начинать привыкать в новых условиях. А когда есть такая комната, где они могут встретиться с мамой, с папой, как-то по-домашнему поговорить, тогда на самом деле настроение совершенно другой. И они уже не так скучают по населённым пунктам, хотя на самом деле это правильно, что они очень привязаны к каждому своему населённому пункту, к своей малой родине. Всего в школе проживает 108 детей из 16 сёл округа. В планах Окрпотребсоюза обустроить комнату, сделать её ещё более уютной, чтобы дети чувствовали себя как дома. Александр Литкова, Владислав Москин, Телеканал «Север». Механизм проведения текущего ремонта социальных объектов в Ненисском округе будет проходить по-новому. Как сделать эту процедуру проще и прозрачнее, обсудили депутаты окружного собрания на постоянной комиссии по социальной политике. Как было отмечено на заседании, требования к техническому состоянию школ с каждым годом повышаются, и директора школ не всегда успевают подготовить смету расходов на текущий ремонт. Кроме этого, очень часто сметы и другая документация выполняются некачественно, а исправление нарушений также занимает много времени. В связи с этим централизованный стройзаказчик предложил увеличить штат своих сотрудников для того, чтобы выполнять контроль за составлением смет по ремонту школ и детских садов. Мы говорим о том, чтобы было сформировано при центре стройзаказчик отдел или любая другая административная группа, цель которой это проведение планирования, обеспечение проведения контроля за текущим капитальным ремонтом учреждений социальной сферы. Мы ушли от образования, социальности, в том числе и с выработкой предложений, которые необходимы для выделения средств на этой цели. На эти цели из окружного бюджета потребуется порядка 7 миллионов рублей. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов посетил поселок Красное. В программе визита новая поселковая школа, дом культуры, частная пошивочная мастерская, дом ремесел. В новой школе Ярослав Нилов посетил столовую, библиотеку, кабинет биологии и занятия кружка робототехники и провел урок парламентаризма для старшеклассников. Затем делегация направилась к пошивочной мастерской. По пути местные жители дали депутату наказы навести на деревенских улицах порядок, где много беспризорных собак. Уже в доме ремесел депутату провели мастер-классы от Лилии Тайбари о том, как выделать камусы для пошива бурок. В завершение визита Ярослав Нилов посетил местные магазины. Я зашел в магазин, посмотрел, пакет молока больше 120 рублей, картошка 60 рублей, яйца около 100 рублей, хлеб 70 рублей, или там 50, которые на местной пекарне делают. Но это, конечно, очень большие цены. И несмотря на то, что зарплата преподавателя в школе дотягивает до средней по округу, это порядка 70 тысяч, но мы видим, какие цены в магазинах, мы понимаем, сколько денег требуется для того, чтобы поехать только в Наринмар, если нужно. Это, конечно, печально, что сегодня в стране, а тем более в округе, где он газ, нефть и крупнейшие компании работают, все отсюда выкачивают, к сожалению, еще очень много социальных вопросов остается на повестке дня. Впервые в этом году в рамках праздника Буран-Дея в Наринмаре прошел конкурс «Веселые сани». Для участия в нем заявились 9 команд, каждая из которых представили без преувеличения креативное устройство. С мастерами по изготовлению необычных саней познакомилась Любовь Пермякова. Впервые один из самых ярких окружных зимних конкурсов «Веселые сани» сотрудники Дворца культуры Арктика решили провести в рамках соревнований «Буран-Дей». Гонщики на санях представили свои модели на Качгартинской курьере. Здесь тоже скорость, драйв и адреналин, но только в другом формате, более творческом и креативном. Вот едет олень с настоящим чумом! Эту санную композицию Анастасия Голговская и ее единомышленницы-подруги создавали целую неделю. Олененок получился не только красивым, но и выносливым. Боялись съезжать? На самом деле боялись перевернуть чум больше, а съехать не страшно. На самом деле конструкция очень легкая, очень хрупкая. Показалось, что она может просто перевернуться с этой крутой горы. Но нет, все очень даже получилось, мне кажется. Конкурс «Веселые сани» 2018 в этом году превзошел все ожидания. Транспортные средства для катания с гор поразили своим креативом. Например, царевна-лебедь из «Волшебной сказки Пушкина» приплыла на белом лебеде. Внимание! Поехала, царевна-лебедь! Автор этой хрупкой и женственной красоты Татьяна Бурчик. Решили, что лебедь – это воплощение женской красоты, а мы женщины, мы хотим быть всегда красивыми, и поэтому вот решили сделать лебедь. Конечно, очень кропотливая работа, каждое перышко мы делали сами, приклеивали, но пришлось долго потрудиться. Пришлось немало потрудиться всем участникам конкурса. Вот, например, вертолет. Его инженеры – победители прошлогоднего конкурса «Семья Черепениных». В кабине все приборы, как в настоящей винтокрылой машине, работая даже несущий и рулевой винт. Кстати, вертолет занял второе место. Золото в конкурсе саных устройств досталось семье Малиновских. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север». На этом у меня все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.